здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта макс скажешь здравствуйте макс куда мы едем расскажи в испанию а зачем друзья мы купили в испании планер всего лишь по цене проплана 2400 евро купили мы его еще до войны поэтому сейчас бы наверное уже и не связались бы с этим но так как планер уже купили нужно просто съездить его забрать мы отправляемся путь в испанию за планером из 1962 года один из последних планиров деревянной конструкции с качеством 34 sf27 будем будем посмотреть что это такое друзья наш верный т4 готов так сказать поездки заправлен всеми маслами жидкостями я даже его пропылесосил ну помыть правда не удожжился эту машину но она под дождями моется в общем-то верх верный конь впереди тысячи километров туда тысячи обратно верная киса вот наконец отловили кису киса ты в курсе что за главную теперь нет ничего не запретили пока вот пока не запретили с итак друзья мы едем по нашему родному городочку сер макс что в этом городе расскажи твоя школа а где она там а мы будем мимо макса школу про проезжать ну да это центральная площадь городочка здесь у нас памятник павшим во время 1 2 мировой войны мэрия она у нас немножко немножко как бы вот там глубине вот эта вот дорожка по которой макса возят в школу все достаточно уютненькая красивенькая как вы видите и в старые домички город признан кем он там признан чувствуешь наследием каким-то там и характер маленький город характер маленький город характер на реставрацию маленького города с характером выделены характерные деньги достаточно приличные вот там макса школа вот ее кусочек торчит об город небольшой мой соб собак 1846 1846 до все узенькая иногда даже ездить страшно но фуру проезжают навстречу приключения мучиться наш рок-н-ролльный автобус и гиги гиги гей за планером ой не успели вот такая друзья красивейшая дорожка водопадики и так далее тому подобное и буквально здесь мы летаем вот там домик клауса находится чуть выше по горам хочется показать вам немножко снизу что творится у нас здесь а то вы все время не быть до неба а здесь все и дороги очень красивые мирно пасутся лошади очередной городочек вот такой просто по обычной дорожке древние вот этот вот все римляне все римляне тут и даже есть заправка здесь электричных для электромобилей где заправки знаем а мы в заповеднике прованские пород были отдельные государства разрозненные каждый порой свой заповедник а вот вершинка над которой мы часто набираем высоту нет российскому газу активно на всех фермах меняют крыши на солнечной панели это датируется государства при помощи записания налоговых огромное количество крыш солнечными панелями и ехали они ущельями глубокими да откуда ты знаешь написано было наши друзья мотоциклисты коп точнее мотоциклистки и беги и ущелье святой марии ну живописника а там светофор усилия тоннель будет ну тоннель надо обязательно заснять парам 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 папам по группу попу свет в конце туннеля все продолжаем поездку ну красиво да очень живописная дорожка он столица прованса очередной с римских времен наверняка еще до них славится своими черными оливками ну какой домик тюк оп какие скалы не первые оливки самые северные оливки вкусные только я их не люблю городочек на скале Святой Мэй как называется? Святой Мэй Святой Мэй друзья смотрите раз как красиво это лава застыл или что там слои это не лава это осадочная лава ну очень красиво они выглядят живописненько это дно океана да дно океана оказывается бывшая а погода бомба вон над утесом птички крутят как красиво ух такие живописненькие оливковые садочки там картиночка в картиночке горы почти кончились мы видите уже двигаемся по только более низкой части нисходящей части Альп впереди у нас где-то долина реки Роны подъехали к городу Нью-Йон посмотрите как он прекрасен и старинный форт 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 вау вау я над ним летаю периодически друзья это фактически мы пересекли нашу часть Альпы и попали в долину Роны впереди долина Роны прямо? да написано было прямо ой как красиво так что рекомендуем вам город Нью-Йон если будете когда-нибудь в этом районе обязательно стоит посетить над этой горкой мы фактически крайне висим и дальше уже видите равнинная часть идет не имеет никакого смысла туда дальше лететь потому что погода обычно хуже потом прилетаешь на эту горочку повисел посмотрел на Нью-Йон и полетел куда-нибудь еще вся дорога можно сказать сплошные винодельные видите у вас в центре кадра шато вокруг этого шато всевозможные виноградники вот это Деви-Йон 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 следующий вот один дом винный дальше следующий а ну и там тоже да? и там да и там справа и слева везде это все производители вина сюда надо приезжать осенью в октябре и ездить в инстанции и затариваться вкусными бутылочками вот другой уже дом выглядит красиво это винодельно вот да еще и еще и еще красиво Макс юху а ты чипсы ешь Макс? ну как тебе поездка? хорошо все? огонь? опять живописный круг не пальмы а сосны ну красивенькие и направо вот сюда да 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 вот оа егегегегей едем под Алинироны все зелененькое пшеницу посеяли французы активно сеют пшеницу переезжаем реку Рону символ Манделемара добыча соли добыча соли это соль рассыпана или просто? чтобы было понятно где мы вот подъезжаем к берегу моря моря где-то слева вот фламинго символ монтельмара розовые фламинго они тут табунами водятся розовые 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 фламинго фламинго что жрете что жрете? друзья настоящие монтельмарские болота с розовыми фламинго только для вас представляете как едешь спокойно за планером и тут тетей и фламинги и кого только нет а это какие-то знаменитые лошади белые комаровские лошади как приджевальского нет это скорее всего они это диких лошадей юху ну красивая красивую я дорогу выбрал ну скажите пожалуйста ну макс тебе нравится? да собаки баскировилей не хватает маяк есть моря есть ура я не обманул моря сейчас будет парковка справа где-то буквально через 90 метров вот она справа мы нашли место на парковке на самом деле мест много но правильно не сезон все-таки здесь как красиво летит лайнер какое-то странное растение цветочное и вот оно море а здесь такие вот огороженные холмики как оно было сто лет назад и там где-то на горизонте марсель макс бегом к морю бегом хе-хе-хе-хей ну вот так поедешь за планером заедешь на море ну классное море здесь наверное летом просто шикарно должно быть ой не лазурный берег конечно хотя может и лазурный это получается да лазурный он получается левее марселя а сам марсель где-то вот там на горизонте километров 60 красота так напоминает Балтийского моря берег тоже такой песчаный очень плавно уходящий ракушки ой ой какая красота ой действительно красивая Туся ты самую красивую нашла ракушки ге-ге-ге-гей автор путешествия доволен а Макс ты доволен да ракушки будешь собирать это гребешки прям какие-то Туся а что это за ракушки расскажи ой слушай какие интересные такие бывают вообще коллекция коллекция целая нравится у Макс осторожно вода 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 бежать 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 ох ооо что у тебя гребешок настоящий не ну ладно а вот гребешок да класс гребешок вкусный тут всякие друзья ракушки тут рынка нет кушать хочется Туся рыбу ловить можно можно в море можно ловить сколько хочешь на улице бесплатно да вот это да срочно берем удочки начинаем какая-то не характерная для Франции смесь разного типа построек они все какие-то алиповато разномастные обычно обычно здесь стараются все более гармоничном стиле выдержать ну можно списывать на то что тут море сколько ракушек сколько ракушек а а в детстве за такое количество ракушек можно было отдать душу кому-нибудь Даже интересно, что здесь должно ловиться. Готово к заброске. Оп. Бум. Ну, вот там какая-то рыба должна быть. Хе-хей, ну как вы тут валяетесь? Хорошо вам? Макс, тебе нравится? Песочек теплый. Песочек теплый? Класс. Цветочки. Ну, очень красиво. Ух. Пора ехать, друзья. Вон белоснежные яхты на горизонте. Рутся куда-то. Закат. Пора ехать. Подъем, Макс. Придется еще одну фотку сделать. Вот так в конце попадаешь раз на красивейший вид, на цветочки. Вот так раз с вилы. Вот эта вилла, кстати, уже похожа на французскую нормальную. Явно чувствуется древняя. Даже на морду видно. Не то, что там весь новодел вокруг. Ух. Вау. Итак, мучимся. Цветут персики или миндаль. Куся. Ю-ху. В сторону Барселоны. Впереди ветряки. Слева моря. Вау. Мы решили кусочек промчаться по автобану, потому что хочется немножко сэкономить времени. И хочется еще и кушать. Поэтому решено доехать до Испании и купить хамона. Хамона. Сейчас. Сейчас как купим, что-нибудь вкусненькое. И гаспачо. И гаспачо. Хамона и гаспачо. Паровоз. Самолет. Красота. Хотели самолет снять? Поваровоз мешает. Интересно, что это везет. Чук-чук-чук-чук. Чук-чук. Я обожаю на самом деле вот этот стук от колес. Где-то впереди граница с Испанией. С правой стороны горы даже со снегом на горизонте. Вот как раз по центру кадра. Интересно. Высокие, снежные. А мы у моря где-то едем. Ух. Как мучиться Туся. Хорошо? Как мучиться Максе. Максе, прием. Как ты? Нормально? Едешь? За планером? Да. Ты скажи, что по-испански что-нибудь. Аутобиста. Аутобиста? Кого? Чего? Я причем же в Испании был в 2000 году. Ничего не помню. Я никогда в Испании. А я был. Гулял. Мы же еще с байкером ездили. По Пидроити, да. И в Португалию ездили как раз. И первое отличие Испании от Франции. Пошли какие-то сразу на квартирные домишки. Такое все. Друзья, в Верном Т4 не только кушать хорошо, но и спать. Мы отлично пообедали вечером. Или поужинали? Поужинали. Поужинали. Разложив столики и так далее. А сейчас, как вот в настоящем автодоме, разложили кровать. Включена печка Вебаста. Ну, только под утро почему-то. Можно было и ночью это сделать. Но у нас спальники очень теплые, хорошие. Поэтому нам хватило. Да. А вот впереди сидит личность, которая замерзла, как цузык. Серега, почему ты Вебасту не включил? Я спал. Я спал. Максик, как тебе спиться? Как тебе спалось в твоем спальнике хорошем? Угу. Потом мне приснился сон. Соберя, сон приснился? Ага. Тебе нравится в экспедиции? Угу, нравится. Мы проехали через какие-то жуткие осадки ночью. Даже снег падал на перевалах. Ну, сейчас будем смотреть. Где-то здесь аэродром. Да что вы ржете? Доброе утро, глубокоуважаемые любители летных видов спорта. Очередная трансформация нашего транспортного средства. Теперь... Макс, ты стреляешь в меня? За что? Макс, как тебе спалось? Макс, я здесь. Отлично. Ну, видите, теперь раз, корабль превращается. Вот уже для завтрака все. Столик, пожалуйста. И сейчас я вам покажу, наконец-то, куда мы приехали ночью. Через перевалы, через снежные заносы, через неизвестно что. О! Какой-то аэродром. Совершенно непонятно еще какой. Какие-то самолеты стоят. Военно-транспортные, наверное. Смотрите, что обнаружили. Здесь, оказывается, будет женский чемпионат в 2023 году. И к этому времени, видимо, тут что-то модифицируют. Даже, может, это уже и построили. Туся, расскажи про чемпионат женский. Какая самая главная достопримечательность в Орле? А, в Орле-туалет, который был построен, в который утонула американка. И до сих пор немцы на фабрике Шлейхер помнят этот... ДГ, на фабрике ДГ. А, на фабрике, да, ДГ. Друзья, там был казус в том, что к чемпионату построили шикарнейшее здание. Действительно, вот оно в Орловском аэроклубе сейчас присутствует. Но, как водится, чуть-чуть капельку не успели доделать. И в здании не была подключена канализация. И в комнатах можно было жить. А для того, чтобы ходить на горшок, был построен такой классический сортир. Но американские пилотесы были не обучены им пользоваться. И дальше была вот эта вот жуткая история, которую все помнят. Несмотря на то, что прошло уже сколько? С 80-х? Ну, много. Ред 30-40 прошло. Самое обидное, что когда мы приехали в этот Орел, здание опять перестало быть действующим. Потому что разморозили... А, да. Все были порваны. Газ отключили. Да, оно питалось. Котельная была, отдельная котельная. Огромное здание. Невероятное. С кинотеатром. С кинотеатром, с актовым залом, да. Со столовой. Такое здание совершенно невозможно представить в Европе в планерном клубе. Потому что это действительно огромная, титаническая строительность. И очень хорошее. Одно крыло гостиницы с гостиничными номерами. Другое крыло учебный корпус. Вышка для управления полетами. Не читая этой, конечно. Ну да, то есть вот это смотрится как к женскому чемпионату. Если вот считать, что испанцы к женскому чемпионату построили, то, конечно... Но, я думаю, горшок у них будет работать. Ну и беда-то какая, что не проплатили газ или какой-то платеж не прошел. И отключили до этого здания все от отопления и... Все, его прикончили тем самым. Все трубы полопались и все, теперь это не знает, как сносить. Оно стоять-стоит. Падать не падает. Только под снос. И, собственно, мы уже, когда летали в Орле в одиннадцатом году, в двенадцатом, в тринадцатом, до четырнадцатого года активно там летал, мы ходили в тот самый горшок. Лиги легендарный. Можно уже посмотреть, что тут внутри. Какой-то... Брифинг-рум небольшая. Ну, видите, здание такое из каких-то железяк, контейнеров. Брошено на бетонные штучки. Конечно, не сказать, что это эстетично, но, наверное, как говорится, дешево, надежно и практично. Вот такие холлы. А это длинное такое получается. Причем, на самом деле, при желании его можно, наверное, потом раз и демонтировать, куда-то другое место переставить. Не знаю, временно считается здание или тоже построили дальше, он так будет. Но, видите, оно вполне поэтажности вписалось. Вот там домики с черепичной крышей, это, видимо, изначальная постройка. А это такой довесочек. И вот шикарная совершенно полоса вокруг холмики. Мне кажется, здесь должно быть, ну, очень интересно летать. Мы продолжаем, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Посмотрите, какая нежданная встреча. Едешь, едешь. Да, и встречаешь человека, которого все знают и сам удивляешься, как такое бывает. И вот Робин, опять же, на аэродроме, Реми и так далее. Ты, по-моему, вообще всех знаешь, кто бывает, да? Замечательный пилотажник. А сейчас будет новый старый планер на Асер. Да, а сейчас, да, мы посмотрим новый старый планер. Да, друзья, вот так вот, посмотрите, какие большие, красивые, большие буксировщики. Вот на таком надо нам на плане буксироваться. И вот как скромно стоит наш любимый новый старый планер. Класс вообще. Контент огонь, реально. А это еще один, что ли? И тут несколько. Или это он и есть? Что? Вот какой планер? Это он. А, это он и есть, да? Я думал, что в прицепе. Так мы его еще разбирать будем. Если не хочешь, я тебе буксироваться на X2. А, затянуться? С буксироваться. А, да вообще класс был бы. Друзья, вот он. Вот он, красавчик. Немножко, конечно, в пыли. Ну, что ж поделать. Ну, огонь. Первое знакомство. Ух. Придется чуть-чуть, конечно, с ним повозиться капельку. Ну, все живое. Самое главное, целая у нас кабина без всяких трещин. Там-да-рам. Там-да-рам. Ну, это место, с которого буду я летать. Ну, шикарно. Теплый ламповый звук. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...